Привет всем, с вами проект Россия Чужий Взгляд. В прошлом выпуске мы видели, как страна, которая на Западе всегда представлялась империей зла и чагом красной угрозы, вдруг стала идеальным государством с прекрасными людьми. Как ее имидж из негативного сделался моментально позитивным. И все это по указанию сверху. Сегодня мы продолжим историю государственного заказа США на производство просоветских картин в годы Великой Отечественной войны. В 1962 году на экраны вышел фильм «Убить пересмешника». Это одна из величайших кинолент в истории мирового кинематографа, и я настоятельно рекомендую ее посмотреть. За главную роль Грегори Пэк получил, наконец, Оскара, которому он шел почти 20 лет. А начался этот путь в 1944 году с фильма «Дни славы, Days of Glory», где он сыграл командира советских партизан, которые живут, в общем-то, в вполне комфортных условиях, едят борщ из фаянсовых тарелок. Здесь они поют песни, играют на гармошке. Текст песен вполне традиционен, как я милого ждала. Выясняют отношения в довольно оригинальной манере. Побухивают, и строгий командир говорит одному из них. «Ты знаешь, что тебя за это бы расстреляли?» «О, да, я грязная, вонючая свинья, мой командир», отвечает тот. В общем, жили партизаны, не тужили, пока к ним не забурилась артистка, которая вылезает откуда-то и говорит, что она проголодалась. Артистку играет балерина Тамара Туманова, для нее, как и для Пэка, эта картина стала полноценным голливудским дебютом. Зовут нашу героиню. Самая юная партизанка спрашивает, умеет ли Нина готовить, и выяснив, что нет, удивляется. Не умеешь готовить, и ты женщина. Вообще, эта девочка произносит такие фразы, от которых у современных феминисток начнется заворот кишок. Например, что женщина в этом мире должна быть ничем иным, как домохозяйкой. А Нина даже не домохозяйка, она танцовщица. На что следует сарказм командира, это именно то, что нам здесь было необходимо. Я танцовка. Я могу танцоваться. В реальности танцовка? Это точно, что нам нужны здесь. И вот, когда все партизаны были на задании, к ним забурился фриц, молодой Митя кидается на него со словами «Я убью тебя». Я убью тебя, я убью тебя! А потом, когда партизаны возвращаются, фрица вяжут, и командир даже собирается мочкануть его прикладом, но... Среди партизан также находится человек, который призывает к прощению. В этом мире, где проливается кровь, должно быть место для гуманизма, говорит он. В этом мире, в 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 мире. Советские люди не звери никакие, а добрые и отзывчивые создания. Правда, фриц ночью все равно пытается сбежать и пристреливает его, кто бы вы думали, балерина. Понятно, что партизаны не только играют на гармошке, но и занимаются своим прямым делом. Пускают под откус поезда. А сразу после этого... When you kiss me, когда ты меня целуешь, ну и дальше любовное бла-бла-бла. When you kiss me. I know you miss me. А пока командир целуется, боец на стреме. Where is patrol? Right here, Nina. Но путь партизана усыпан отнюдь не розами. В деревне зверствуют нацисты. И вот один из них отбирает у бабушки платок. Он нужнее солдатам Германии. You still have too much warm clothing. The German army needs it. Сука какая. Платок у бабушки отобрал. Узнаете актера? Он играл Тухачевского. Тухачевский. Who... I suspect had ambitions of his own. Но фашисты не только платки у бабушек отбирают, они еще и партизан вешают. Если вы вдруг не в курсе, то надпись guerrilla означает не горилла, а партизан. Юный Митя повисает на балке. Kill them! Burn them! Fight them! Наступает финальная схватка. На партизан прут немецкие танки. И погибают они, как настоящие герои, объятые огнем под немецкой махиной. Несмотря на обязательную клюку, фильм транслирует вполне конкретную мысль. Советские партизаны-герои, они гуманны, они сражаются за свою родину против фашистов. Они друзья американского народа, который в 1944 году также с фашистами воевал. А теперь музыкальная феерия под названием Son of Russia, песня о России. В СССР прибывает с гастролями всемирно известный дирижер Джон Мередит. После одного из концертов к нему приходит русская девушка с какой-то просьбой. Девушка оказывается настолько оборожительной, что Джон приглашает ее в советский ресторан. Все три девицы Япончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, с сильными, почти как у мужчин руками и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Это отрывок из «Идиота» Достоевского, где он описывает скромный завтрак в семье Япончинных. Кроме чаю, кофе, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самой генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. У главной героини в этом фильме тоже волчий аппетит. Вот что она выбирает в ресторане. Вы думаете, это все? Дирижер пребывает в состоянии, которое сейчас называют когнитивным диссонансом. Странно, все счастливы и отлично проводят время. Это неправильно? Нет, за исключением того, что я думал, что русские склонны к меланхолии. Они только и делают, что размышляют о душе. Размышлять о душе не самое плохое занятие. А как зовут нашу героиню? Надежда Ивановна Степанова. Продолжение следует. Надежда Ивановна Степанова. Ну или просто Надя. Они называют меня Надя. Джон Мередит восхищен музыкой Чайковского. В Америке он закрывал глаза и представлял себе людей, той страны, откуда эта музыка произошла. И люди эти на тот момент были не такими. А вот такими. Надежда Ивановна Степанова, понимая, что у нее не может быть будущего со знаменитым американским дирижером, сбегает от него в свое село Чайковское. Но Джон Мередит через какое-то время приезжает и туда. Здесь все радостны и добродушны. Даже к технике. Отец Надежды говорит трактору, у которого подтекает масло. Не плачь, голубчик, я скоро приду. Не плачь, голубчик. Я вернусь, ты увидишь, до того, что ты его знал. А вот счастливые колхозники возвращаются с полей. Волна ягода малина, вайну, 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 вайну. Волна ягода малина, вон. Джон вырос на ферме, и Надя вполне могла бы там тоже работать. Единственное, Джон замечает, ну не трактор же тебе водить. На что Надежда отвечает. Водить трактор – это привилегия. Забавная языковая ситуация. В английском языке неодушевленные предметы называются местонимением «ит», «оно», что, в общем-то, вводит в конфуз русских людей. Потому что, ну как ты скажешь про собаку «ит», «оно». Собака либо «щи», «она», либо «хи», «он», если кобель. Но зачастую можно услышать, как американцы говорят «щи» по отношению к кораблю. Например, в сериале «Последний корабль», который был в выпуске номер 49, так называют даже русский атомный крейсер. В данном фильме Надин Папаша спускается в подвал, чтобы показать свой трактор, который он называет «голубчиком». Но при этом говорит «щи». Вот она, голубчик. Она изменила нашу жизнь. Традиционное время препровождения русских девушек. Занятие по самообороне. Ну, понятно, что Джон и Надя женятся, правда, почему-то в церкви. А главный тост на свадьбе – за счастье вашей великой страны и за счастье нашей великой страны. Две великие страны. Но счастье длилось недолго. Германия нападает на СССР. Менеджер говорит Джону, который собирается продолжить гастрольный тур по стране, «Ты что, с ума сошел? В консульстве сказали, что нацисты выиграют эту войну за шесть недель». На что Надя отвечает «Нет, не выиграют». В фильме есть совершенно фантастический момент – это знаменитая речь Сталина. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Только вот фразу «братья и сестры» почему-то вырезали. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свою свободу, против угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. Сталин представлен не в виде больного на голову кровавого диктатора, как в выпуске номер 33, а в виде вождя народов, которых он сплотил своей речью. А с тем, что данная речь имела колоссальное влияние на поднятие морального духа, соглашались даже наши враги. Но вернемся в русско-голливудскую реальность. Менеджер Джона дает Наде в дорогу самый необходимый предмет – бутылочку водки, которая неплохо идет с чаем. Точнее, чай неплохо идет с ней. Немцы на подходе Наде обучают ребятишек, как правильно изготовить. Да, коктейль Молотова, как она выражается, смертельную гранату, которая идеально подходит для того, чтобы поджигать немецкие танки. Вам понадобится бутылка, например, с подводки, но в принципе годится любая, главное, чтобы не маленькая. Немцы захватывают село Чайковское. Погибает Надин отец, погибает Надин племянник. Дирижер Мередит собирается присоединиться к партизанам, но те ему отвечают. Более того, они и Надю отправляют за океан. Она должна рассказать, что смерть отца и смерть племянника была не напрасна. Дирижер Джон Мередит отправился в США и представил нашу страну в самом, что ни на есть, наивыгоднейшем свете, рассказывая про истинное положение дел. Собственно, комментариев не нужно, вы все видели сами. Сто процентов положительный образ страны и людей, в ней живущих, иногда даже слишком положительный. Но вот о чем нужно сказать, так это о подоплеке создания данного фильма. И сейчас я вам покажу несколько эксклюзивных документов, которые долгое время хранились под грифом «Секретно». Пара слов о действующих лицах. Лоуэл Меллетт – одна из ключевых фигур в администрации Рузвельта во время войны. Поскольку он был известным и уважаемым журналистом, то именно его назначили главою Управления военной информации, которое должно было определять пропагандистскую направленность голливудских фильмов. Письмо, датированное 24 декабря 1942 года от одного из продюсеров Морриса Ревниса, Лоулу Меллетту. Отсюда мы выясняем, что изначально фильм должен был называться «Просто России». Ключевая фраза. Студия считает, что картина в целом внесет огромный вклад в программу военной информации. Вот ответ от Меллета Ревнису. «Я уже получил сценарий киноленты «Россия» и с огромным интересом его прочел. Могу согласиться с тобой, что картина будет полезной в формате военной информации посредством лучшего понимания людей, представляющих одну из наших союзнических стран». Далее идут комментарии Меллета, среди них такой. «В конце девятой страницы есть упоминание о коктейльном зале. В Москве такое вообще существует? Что-то я не припомню подобного заведения, по крайней мере, во время моей последней поездки в Москву в 1937-м». Что касается принятия картины в целом, я могу лично предоставить сценарий в посольство, либо ты отошли его сам, ссылаясь по желанию на меня. Также скажи им, что я буду рад обсудить любые вопросы по картине, если такие возникнут. То есть сценарий согласовывался с нашим послом в США, коим на тот момент являлся Валах Мейр Генух Мавшевич, проще говоря, Максим Литвинов. И что-то мне подсказывает, что учитывая обстановку того времени, посол Литвинов, читая этот сценарий, не мог не сноситься с Москвой. Вы можете себе представить ситуацию, когда голливудские бонзы перед тем, как выпускать фильм, согласовывают сценарии с представителями нашего государства? И вот что ответил первый секретарь полномочного представительства посольства СССР в США, Владимир Базыкин, о чем пишет в письме Уолит. Имена Тара, Найома, фамилия Фрумкин, Раевский, Сеслин, Асанамович не являются характерными русскими именами, а такими могут быть, соответственно, имена Маша, Ольга, Таня, женские, и Коля, Ваня, мужские. Фамилии Петров, Иванов, Павлов, Орлов. В сцене, где Джон едет к Наде в Чайковской на поезде, в Советском Союзе характерным являются пассажирские поезда как минимум с 8-10 вагонами, а не с двумя. В сцене 115 жители села встречают Джона на платформе вокзала, его доставляют в деревню на повозке. Даже если в деревне нет автомобиля, учитывая значимость знаменитого дирижера, местное руководство все же могло обеспечить машину по такому случаю. В сцене 307 с улицы слышится приглушенный крик сирены, предупреждающий об авиационном налете, а аудитория не шелохнулась. Совещание продолжается, несмотря на воющую сирену. Этот момент тоже неверен. При первых же звуках сирены люди должны немедленно покинуть здание. Ну хорошо, что хоть длина юбок не обсуждалась. Что же планировалось показать в картине? Документ о 28 декабря 1942 года. Необходимо как можно чаще повторять, что именно русская армия первой разрушила 10-летний миф непобедимости нацистов. Каково? В рамках картины уместно показать различные характерные России фоны. На заднем плане уместны сцены с богатыми пшеничными полями на Украине, современная Москва, колхоз, Дни Прогресс, завод, концертные залы, московское метро. Слишком многие из нас полагают, что Россия состоит исключительно из холодных заснеженных полей, грязных примитивных деревень, вместо обширного аграрно-промышленного хозяйства, не столь отличающегося от нашего собственного. Русские характеризуются как миролюбивые и конструктивные люди. В их интересах лишь мирное созидание. Они пашут, чтобы был урожай, вкладывают сотни киловатт-часов в машиностроение и электрификацию, которые повсеместно сделают жизнь людей проще. Они создают и возвышают музыку, литературу и искусство, которые сделают богаче жизнь всех людей. Подобное представление русских и их ценностей, за которые они борются, поможет понять, что же являлось подспорьем столь успешном введении военных действий и установлении прочного мира. Кроме того, знаменитая речь Сталина о выжженной земле поможет американской аудитории понять, что наши цели совпадают в борьбе за свободный и спокойный мир. Эта речь, вдобавок, имеет следующее значение. Преподнесение речи Сталином в спокойной манере противопоставляется гитлеровским истеричным разглагольствованиям. Последние же, в свою очередь, уже вызывают у американской публики инстинктивное недоверие. Такого вида речь представит российское руководство как ответственного органа власти. Речь Сталина – это хорошо говорит нам голливудский документ. Ну и вот постановление от 17 января 1945 года уже после просмотра фильма. После просмотра «Сонов в России» 15 января 1945 года Совет Наблюдателей принял следующее решение. С одной стороны, голливудские романтические истории успеха происходят на фоне военных действий. Россия и русские представлены настолько неестественными, что фильм сам себя дискредитирует. С другой стороны, офис Голливуда отметил следующее. Картина внесла огромный вклад в госпрограмму военной информации благодаря тому, что характеризовала русских как миролюбивых и конструктивных людей, таких же, как мы сами. Американским пиарщикам была поставлена задача представить нашу страну в лучшем свете. И они с этой задачей справились. Фильм даже показывали в СССР. В прошлом выпуске я задавал вам вопрос, почему новый 1905 год выметает плакат с надписью «Желтая угроза». Термин принадлежит кайзеру Вильгельму, а само явление возникло изначально в Калифорнии, где проживало немало азиатов, прежде всего китайцев. В 1894 году в ходе Первой Японо-Китайской войны Япония устроила резню в Порт-Артуре, и данный стереотип распространился и на них. Отвести от себя обвинения в «желтой агрессии» было главной пиар-задачей японского барона Канеку, который направился в США промывать мозги тамошней публике. И, как вы видите, небезуспешно, поскольку ему удалось нейтрализовать этот страх, выметающий 1905 годом. Забегая вперед, могу сказать, что эта ситуация долго не продлилась. Подробно я расскажу и покажу это все в своей книге. Дорогие друзья, я собираюсь посетить Соединенные Штаты Америки, в частности, города Нью-Йорк и Бостон. Может быть, что-то поблизости. Произойдет это в конце апреля, в начале мая. Если среди вас есть люди там проживающие, то напишите мне в ВКонтакте или здесь в Ютубе. Возможно, мы о чем-то договоримся. А у нас следующий вопрос. Кого и что высмеивает данная английская карикатура? В следующем выпуске у нас будет документальное кино «Почему мы сражаемся за Россию?» А также еще один фильм. И как он называется, я спрошу вас в отдельном коротком выпуске, в котором украинские дети будут петь песню «Широка страна моя родная» на английском языке. На этом все. С вами был проект «Россия. Чужой взгляд». Оставляйте комментарии под этим выпуском. Увидимся. Пока.